Валентина Мельникова. Разбуди удачу. Рассказы психолога. Вступление к книге. Профессия для удачи. Или сказочная профессия. Ну что за профессия? Психолог. Сиди себе вопросики задавай. Советы раздавай. А какие советы? А такие, на которые ты без них знаешь ответы. Приходит она такая к психологу. Говорит. А у меня проблемы с молодым человеком. А психолог ей. Ну я вам посоветую решить проблему. Нормально посоветовала, да? А то бы она без нее не знала, что надо решить проблему. Ты ей скажи, как решить? Она потому к тебе и пришла, что не знает как. Вы улыбнулись? Да. Это расхожее мнение о работе психолога. Но я, слава богу, не настоящий психолог, а практический. То есть из практики работы учителем, директором школы стало им. Потому что школа это как государство. Причем еще иностранные дела надо уметь вести. А иностранцы это кто? Как думаете? А родители. Потому что каждый родитель считает, что есть правила, которые у него в голове, в его семье. А это уже мини-государство типа. Люксембурги такие. Много их оказывается. И он, родители, имеет право диктовать в школе, как надо учить, как разговаривать и так далее. И шучу. Не волнуйтесь, уважаемые родители, потому что я практически психолог. А это значит, что знаю, как же много мини-государство вне школы. И надо уметь всех понимать и со всеми ладить. Дипломатом, в общем, быть. Но есть же еще и жители нашей школьной страны. Ученики, для которых мы не только уроки строим. Мы еще и сами с ними сажаем деревца, ночуем в палатках во время походов. Сами поем вместе с ними на праздниках. В общем, становимся иногда не только главами классов и предметов, но и этими самыми детьми. Психология гибкая для нас вещь. А есть еще и ООН. Это типа Горануа, а то и Министерство. Сами ничего не делают, но резолюции присылают регулярно. Правда, еще и с санкциями в виде бумаг, которые учителям уже дышать спокойно не дают. А что им делать в этом ООН? Зарплату же надо оправдывать хоть на 2%. Вот и разрабатывают всякие постановления. Дать отчет о том, сколько мальчиков сопривило в первой половине дня, а сколько во второй. Шутка, конечно, но похоже. Потому на каждый чих надо отчет написать. Это вступление. Надеюсь, веселое. А на деле? На деле я освоила милтоновскую методику. Что это? Это речь, господа. Просто речь. Речь. Речь.